Здорово, люди! Мы уже вернулись в город Лесталом, и вы это видео смотрите на следующий день, уже 30-го, и самое время с кабинетом, я что-то медленно проходит в Final Fantasy, я ожидал быстрее. Мне не повезло, у меня сначала вырубили свет, я хотел поиграть вечерком в Final Fantasy, после стримца, потом вырубили и нет, ну, скорее всего, это тоже из-за света, потому что тут город и свет, вообще всё грустно. И я вообще отвык от этих вещей, как включение света, так как в последний раз вот такой массовый, пробки-то у меня убивало трижды за последние пару лет, а именно отключение по районам, ну, как больно, как головой, это не нормально. Вот такое массовое, прям, жёсткое отключение, было последний раз у меня где-то лет 6-8 назад, и вообще в другом городе. Ну, как-то вообще стрёмно это всё, ну да ладно, ну да ладно, я думаю, что всё это поправится, починится, всё это небольшая боль. Играть-то можно, главное, свет есть, всё, играть можно. Принц, Ноктес, с возвращением! Ну, твоя история оказалась в счастливый финал. Так-так. Так, я не понимаю, что ты историю, в чём дело, то, что, типа, мы меч нашли, ну, скорее всего. Э-э-э, хватит, будешь свою сеструку от меня прятать, алё, я царь. Чёрт! Что-то прям сильно прихватило. Только нет. В чём дело? Ты в порядке? Всё будет хорошо, не волнуйся. Нам нужно будет поближе на этот так называемый диск. Завидит, вам нужна башня. Мы можем, возможно, с этими увеличенными штуками. Можешь, конечно, самим бывать на месте, но это уже хочется. Ну, возможно, что можно выяснить о состоянии Нокты. Тольно забавно, но, мне кажется, пойдя на башню, мы сможем выполнить пару допов. Вот есть у тебя такое чувство. Ну-ка, поговорим. Чё, точно всё хорошо? А, не бойся. Кстати, чуваки, нам бы отдохнуть надо, а то Нокса со здоровьем не лады. О, приветствую. Хотите у нас отдастаться? Ну да. Будет бонус-копута. Потом у торговца какого-нибудь закусим, и квест ещё надо сдать. Помните, мы же убили этих альбиносов? Приёмы на С. Вот время атака хорошо. Приёмы я немножечко, ну да. Андерюзаю, я бы так сказал. Недоиспользую. Посмотрите, у нас уже полноценные койки. Койки. Вообще круто. Мне нравится. Я в таком отеле даже не как не остался. У меня вся были какие-то убоги отель. Хотя, не, а не раз. Это было очень давно. Очень давно. Как получается, что у Игнеса меньше всех опыта? Я не очень понимаю. Мы же все сражались вместе, и тут другу Игнеса. Недобор. Я понимаю, как у Ноксиса может быть больше, потому что он один раз сражался. Вот ребят, всех остальных. Ну как-то, видимо, так вышло. Ну-ка, давайте сохранимся. Блин, Ноксис такой надменный здесь, типа, а-а-а-а, я король. Мне кажется, я зря просил, чтобы Ноксиса чаще фоткали. Он теперь реально на каждой фотографии, вот, маломальский. Да, это место скроллит с мастерами. Ну, прикольно. Это, нет, какая-то стрёмная. Я, как понимаете, сохранять все возможное. Оно, конечно, будет лучше, но я думаю, возможно сохранять. Ну да, про... Я, кстати, не понимаю, как пром-то успевает все это фоткать. Ну, это в лобби-отеле, это вообще классика выходного жанра. Когда поехал, вот, в лобби-отеле обязательно надо сфоткаться. Еще пару негров надо позвать, чтобы они с тобой фоткались. Все же было. Зовешь негров, и они фоткаются с тобой. Смотрите, я был на юге, это не... Я не в соседний дом забежал, это реально юг. Смотрите, там были негры. Иначе, ведь никто не поверит, скажет, что ты в Краснодар есть. Постойте, а как мне пройти? Нет, туда нельзя, значит, ну, просто так, имеется в виду. Ну да, болит глаш, но рапен закинусь, и нормально будет. Не бойся, не бойся, пацан. Твой дорогой герой, Ноктис, будет жить, процветать. Мы же видели уже... Понимаете, это большой еще спойлер от самой игры. В самом начале игры мы видели, что Ноктис будет бородатый и уже очень-очень взрослый. То есть, такой намек, что хрен он сдох. Хрен его убьют. И это вот немножко грустно. Иногда такие моменты... Понимаете, они вычеркивают, по сути, любую вероятность смерти персонажа до этого момента. То есть, ты понимаешь, что персонаж в принципе не сможет умереть до определенного времени. И да, я хотел задать задание насчет охоты. Это месть рыбака. Денежку заработали, теперь... О, уже рангнул. Просто я же... Одно задание похочу. Теперь я загонщик. Но я не за этим пришел, я поесть. Возавтра. Что вы хотели? Вот сейчас. Более высокое уровень. Максимум З. О, стоит правда... Блин, дорого это. Знаете, дешевый вариант, для помощи. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Бон аппетит. Дорого из потрохов. Черт возьми, такая... Фигня, я удивляюсь, как это с ней вырвало еще подобное. Стрипни. Тушеная требуха. Черт возьми. Я думаю, что Игнис лучше приготовит. Это вообще было похоже на какой-то кустарный... Кстати, на повара. Какой-то махун. Небесный владыка, голова смерть, принцесса паутина. Нифига себе, уж 41-го. Возьмем вот этот небесный владыка. Я уверен, что мы пойдем на гору, и вот эти птички там найдутся. Но, как я понимаю, это типа грифон. Да-да, я возьму, просто ты мне не торгуешь, понимаешь? Да, это грифон. Я угадал. Это настоящий... Что ни на есть, просто грифонище. Но ты поддаешь зеря? Эй, ну что ты хочешь сегодня? Я думаю, что тебе нет, я не хочу тратиться на них. То есть, понимаете, и так есть, куда деньги слить. Зачем? Ты в городе, а ты? Ну, давай, возьмите время. Давайте мы лучше продадим ненужные нам вещи, типа оружие старого, ненужного. Я тут заданец не взял. Это последнее в городе, что я не взял. Почему, чтобы навестись на задание, я должен крикать на щит? Здорово, приятель. Минутка есть? А что? Нужно помощь в выполнении запасов. Речь о малых партиях, слишком мало для уходовознагруппы. Я всегда прошу об этом в своей клинике. Всем простой. Я говорю, что мне нужно атаковать, что ты мне это приносишь. Ничего сложного, да? Кстати, это же... Это, кстати говоря, оружие. Свордза и Ганс. Нам это нужно, убить. Ну, нормально. А теперь давайте поторгуемся. То есть, задание, задание. Я хочу купить... Есть рунная сабля, язык пламени. Это все для меня, как я понимаю. Одноручный меч, ведь и людей, с которой здоровье больше. У нас сейчас танцующая сабля. Это все-таки получше будет. Энергия огня, со мной, поэтому везде измену к пламени. Но это... Улучшать все характеристики своего владельца. Но все, конечно, прикольно. Мне кажется, вот этот получше будет. С пламьем там, он всегда с подручьем будет. Огонь... Огонь мало каких-то существа любят, скажем так. Посравните, насколько хорошего прокачаное оружие есть в этом городе. Клеймор есть. Есть вот это. А чем клеймор лучше? Да ничем, по сути. А, ну у него вот пробивная си. Живучесть. Защита. Ну, защита... Лучше защита от нападения, как известно. Лизной копью не надо, а кинжал. Не, кинжал явно лучше посмотреть. А для того, что другой тип урона... Другой тип урона в команде иметь всегда хорошо. Мефриловый пистолет. Тут что, гномы побывали? Из властей на колец? Видимо, да. Стальной нарж. Можно, кстати, было потратиться на еще вот подобные вещи. Браслет советы, слегка увеличивать силу. Слегка, господи, слегка увеличивать. 150 здоровья, здесь аж 60. Нет, здесь тоже, здесь 30. Это меньше, чем у нас есть. Поль непробиваемый жилет. Сельдесант, сельдесанты, сельдесанты, сельдесанты. Магию увеличиваю. Я бы сказал, Игнису это полезно, потому что в итоге Игнис же у нас использует магические способности, соответственно. Тревожная мысль. Он будет учитывать силу духа. Ну, я бы вот, скорее, такое что-то взял. Мне кажется, это вот хорошо будет. Ну, и стальной нарж у нас вроде что-то такое есть. Так что, наверное, я не куда. Сейчас посмотрим вообще, как что раскидать. Что ж, ребят, нам нужно на платформу, на которой мы, кстати, уже фоткались. И потом мы отправимся куда-то ищем, шифт возьмем. Как я понимаю, нам туда, где кристаллы, или же туда, где метеорит. У-у, здравствуйте. Какое совпадение? Я в этом не уверен. Знаете, детские стишки бывают весьма занимательные. Например, вот этот. На дне морском, архейский, ты что-то людям говоришь. Неужто кто-нибудь готов услышать этот глаз? Король от боли упадет и на колени приползет. И как же мы можем ему держаться на ногах? Нужно просто откликнуться назад. Пойди к аргею и выслушать их. Могу вас проводить. Не знаю. Ну, мы поедем. Будь осторожным. Вперед. Дядь-то вроде не злой. Никогда я оставлю на формате, но в любом случае стоит писать. Пожалуйста, зовите меня Арт. Пойдите в самую надстанную. Там моя машина. Она мечей-звучайно дорогая. Конечно, с твоей регали, она не сомнится, но они разумею не подводили. Так, что нам показали эту? А, увидел. Так что, возьмем две машины. Надо быть всего рода кортеж. Можно? Кортеж? Кортеж? Чего проблема? Как здорово выглядит. Чувак. Идите, жрите, ставьте, да и один поедет. Нафиг вы мне сдались. Этот дядя, я думаю, вполне может меня защитить. Вы что, машину у тебя угнали? Не говори, что да. Ну, ладно. Ну, неплохая. Неплохая, ничего не скажу. Но я не думаю, что он злодей, там, или какой-то мега-плохой парень. Я думаю, просто доброжелатель. И что дальше? Да, поехали, диск, поехали. Окажите мне милость, позвольте мне выбрать для тебя шофера. Я выбираю тебя. Поехать садом, везти машину, отдать, пойдем в машину. А что если твою машину, поведу я? Аренд автор или может показать тебе, отказаться не по карману. А ты нос стоп? Ты видишь, свою машину, я поведу свою. Значит, решено. Давайте отправляться. Я решил поединить. Типа, знаешь, везти чужую машину. Тропа Паковка Королей выполнена, ура. Мало 600 очков? Ну ладно, за прогулку по пляжу это нормально. Мы считаем, что это 600 рублей за прогулку по пляжу. Это конец головы, как я понял? Серьезно, конец, уже все? Поиграли? Представьте, сейчас мне скажут, что это конец игры, типа, спасибо, что играли в FF. Ну все фотки крутые. Ну блин, что такое? Не люблю, как разработчики пытаются подмышки персонажей проработать. Видит, просто похоже на мазню, честно говоря. Вот посмотрите на этого парня. Это же самый добрый парень на свете. Ну, наверное. На самом деле он похож на главного героя Deadly Premonition. Нафига ты фоткал женщину с едой? Похоже на мою бабушку? Я не знаю. Но, окей. Видимо, еда была очень вкусной. Похоже на кучу, не знаю, омлета или кукуруза. Или гороха. Живая легенда. Глава 4. Земля стрясается от мощных толчков, а Ноктиса одолевает невыносимая головная боль. Арден утверждает, что это боль послания от Архея, который таким образом призывает короля. Неужели древние легенды и сказки, что Ноктис слышал в детстве, сущая правда? Исполненные сомнений и ожидания чуда, четверо друзей следуют за Арденом на Каутеский диск. Его, кстати, зовут не Арден, а... Нет, его зовут именно Арден. Арден. Не Арден. Мне хотелось Арденом его называть, но он Арден. Я послушал имя, вот на английском он сказал. Арден. С ударением на А. Как-то так. Как-то так. Окей. Давай. Давай. Я жду. Где? Ну где же? Еще немного. Благословение богов. Мы не могли сделать пробел между словами больше. Это трудно. Давайте прояснимать вам, что это никакая не боговка. Это просто едешь со мной, обгонять меня и не нужно. Терять из виду тоже. Если останешься, забывайся. И на хвосте у меня есть идея. Авария испортит все поездки. Ладно, ладно, поехали. Теперь. Как хочешь, осторожнее и надрось. Это что, пропаганда здорового вождения? Это совпадение, да? Не верю в такие совпадения. По-моему, он за нами следит. Но зачем? Это вопрос меня очень тревожит. Так и вопрос в том открытый. Мне сложно представить, что он человек. Но сейчас надо мне выобразить, что он из Люциса. Машина реально быстрее едет. Мне кажется, у меня какие-то проблемы с тачкой. Она очень медленная. Реально, мне кажется, чуваки, так машина должна ехать с такой способностью? Но я бы ему не доверяю. Но возможно, только с его помощью мы сможем. А кто его сочет, что думает об этом Ардине? Да, мне кажется, серьезно, машину пора починить. Ну, господи, она не едет. Подолжить в последнем католе. Может, в последнее сохранение? Может, мне реально нужно отогнать машину на ремонт? Потому что, ну, она едет очень медленно. Я не понимаю, почему. Я ка ехал еще к водопаду, она ехала очень медленно. Я не знаю, там, бак или нужно чинить машину. Черт возьми. Че мне так не везет? Я в ему не доверяю. Ну, возможно, это все получится, чтобы мы сможем попасть на Кутэш-Конс. А что его сочет, думает об этом Ардине? Я не реально его. Да, в общем-то, еще он, он просто мерзкий старикан. Это ты точно его прилагал. Вот поэтому мы ее составили плаку. Может, я постарываю до чего-то. Черт, машина едет очень странно. Ну, а я более-менее как-то спрайс, не знаю, влево-вправо лавирую, и машина едет более-менее норм. Че-то меня напрягает. Как твоя голова? Как она нормально. Если она начинает всегда няшить, я хотела, чтобы тебя накатило, как от взрыва. Используется, оставись, ладно? Нет, просто машина, в принципе, в игре едет медленно, и временами она просто начинает как-то совсем притормазать. Ты что, ну есть убежащие подороги? Кто-то хочет развить блайки, а кто-то еще хочет начинать раку или пасти. Сбайк-корзия гораздо полезнее на стену. Может, хотя бы в трене заносим? Я никак не пойму, чем тебя тупят на пивке на пивоте. По звездам неба, на свежем воздухе, что может быть лучше? Вся них стены замкнуты, вся них правил. Полагаю, но ты уже купился на отсутствие мать, влево-вправо. Не против поспать, но я говорю, что это пост, но охотников не легло. Как я понимаю, все, мы приехали? Нет? Да. Что мы стоим ждем? Может, хватит на сегодня? Может, поедем дальше? Коутесу? Арден никуда не денется. И мы тоже под твоим руководством. Значит, разбиваем лани с Орденом. Не за что. Значит, можно и не в палатку натянуть. Боюсь, я не сих пор не спать на природе. Давайте оставимся вон в дом трейдере. Я заплачу. Будет читать опыт с кредитом. Ну, да, давай. Вот теперь это похоже на подшествие. Ну, да. В принципе, я не понимаю, что за игры. Поехали, проехали там полдороги. Ой, давайте мы отдохнем. Что ты устал? Что такая ты неженка? Странный барь. Разговаривать тоже странно. Как будто он из этого века. Немножко просто непонятно происходящее вообще. Что творится? Зачем это творится? Еще одна фотка. Ну, это же ваша покорность. Если не хочешь, чтобы себя фотографировать. О, нет, я уже не против. Щелк. Это войдет в коллекцию его высочества. Что? Ну, вообще, да. Если честно, это вошло в коллекцию. Только что, я напишу, что сохранила. Подуйте в звериный свисток, чтобы призвать агрессивных монстров. РТ. И призвать врагов. Окей. Звериный свисток. Погорить с Артером. Я еще двух. Я еще не знаю. Моя кровь является правильным. Как моя мама передала мне, наш работа привлекла письма к всем. Но это старая записьма. Это марта, ассенция, чем-то маленький оракол в истории. Ассенция, да? Так что я так милая. Я надеюсь, что она в порядке. Но я надеюсь, что она в порядке. Постойте, а ты что? А? Пожалуйста, ставьте сердце в рассту. Я сделаю все, что я могу, чтобы использовать вашу боль. Луна Фрея. О-о-о-о. Благословенные звезды жизни и света, проведите нас сквозь тьму и раскрас свету. Это все, что я пока могу сделать. Но поверьте, через пару дней станет легче. Это просто чудо. Спасибо, леди Луна Фрея. О-о-о. Леди Луна Фрея. Я оставила нас рассветов, чтобы вас увидеть. Вы, наверное, очень устали. Немножко. Но безмерно признательно. Давайте приступим. Нам нужно было хотя бы пригласить ее в гости. Точно. А могла бы оставиться у меня? Или у меня? Я уже мигом сплавил. Господи, парни, мы... Я только не думал, что Брагдарстей будут пропускать тренировки. Это было неожиданно. Ты не можешь просто так взять расслабиться в глаза по всего мира. Ну, не знаю. Ясно, его никто особо не обращает. Что это вообще значит? Твой причин, начать заниматься собой. Не жаль, леди Луна Фрея, если он это вот так и не сделает. Он тебя докт. Я буду говорить, о-о-о-о, у нее не все получается. Она будет очень лучше, чем Анна. Зачем Араку вообще нужен этот принц? Лабраде не разыгралась. Смешные парни. Доброе утро. Я должен предупредить вас, что мы скоро пойдем в точку невозврата. Я верю, что я не придумал. Поехать в Сан-Диску? Да. А то что, все намеки, что мир поменяется? Тут нигде не сказано, что... Я какие-то задания не смогу выполнять. То есть, может быть, окей, пару часиков не смогу. Пожалуйста, машину не подвези. Просто так медленно разгонится, у нее втрощение. Куда мы едем, жарко, а камера не пострадает. Если я не полезу в огонь, все будет нормально. Наверное. Не имею в виду, запасной у нас нет. Оставим ее в машине. Ну нет, ее возьмутся. Ты гаден им, ты осознан с моей анархией вблизи. Я всю жизнь буду локтем усадить, чтобы не мешаться. Но от слова настоящего фотографа. Как говорится, лучше жалеть анастой с девочем о том, что даже не пугается. Да и смотри. Ну это же так люди говорят, а не ел. Ты знаешь, просто поступайку считаешь нужным. Да правильно парень говорит, что-то. Чего же, лучше сделайте, нафиг камеру, ничего страшного, купим новую, господи, под команду. Эй, Гиги, у тачки жаропрощили? Ну, а, думаю, им не будет жаропрощен. С ним обязательно кофе еще не случится. Да, у Игги не такое уж плохое зрение. Серьезно? Я, блин, я сносно вижу и бескорректированных видов. А что ж тогда не снимать? Ну, ты не понимаешь, да? Игнис любит видеть мир кристально ясно. Вот именно. Мне никогда не нравилась бусмысленность. Аааа, кажется, начинаю понимать. Ну, я понимаю тоже, вот бывает такое, что ты вдали, у тебя, например, муть небольшая. Я вдали стал замечать, что я не могу, чтобы всегда все ясно. Эй, Игнис, как все вместе пассажира? Нормально. Я просто... А что ты скажешь? То, что я прекрасно знаю, как я. Смотри, что будет в машине. Спасибо за поддержку. Игнис, почитай, опишешься, успокоишься. Я слушал свои таланты. Может, и как не важно, ведь там, что за ролем нахт? Господи, ну, прикольно, что я общаюсь. Может, нет еще хуже, как ты едешь вот так в машине, и ничего происходит. Ничего, это просто смотришь на... Ну что, заготовишься Игни почитать? Да, что ли? А это уже укачивает. Да, уж. Правда же? Все, пару минут и весь обед наружу пройдется. К этому привыкаешь. Да, потому что весь блевочень, а? Просто я не тренировал. Не веришь, что он может там дотерегироваться? Да, много где можно тренироваться. Закрыто, как он пройдет? Надеюсь, это не шум. Я давал повод Миге доверять? Честно говоря, ты не очень-то внушаешь доверие. Да, не очень-то прямолинейно. Привет, это я. Пожалуйста, откройте. Ух ты, сработало. Может, я на вид не особо вмешитель, но кое-кое влияние у меня есть. Ну что, теперь мы рады, что пришли вместе. Иди вперед, там тебя ждет божество. А ты уходишь? Я высажу вас у дверей к архею. На этом мы распрощаемся. Постойте, то есть я принц, и я открыть эти двери не могу. Какой-то помш в розовой машине с розовыми волосами может все. Господи, тут и перец. Может быть, это... Да, у вас странно. Надеюсь, что он больше не встретился. Тебе не кажется, что это уже перебор? Ну, такое-такое. Интересно. Представьте, вручную везде, потому что я сейчас не рулю. То есть рули так раз. А ты что сбирается в детских стишках? На этом нет ничего страшного. Это фил. Прикольно так. И контроль забавно в руках вибрирует. Ну, сейчас мы дальше пешком. Что ж, в гости к богу, чуваки. В гости к божеству приедем. Значит, нужно идти сюда. Там узнаем, что замышляет империя. Пойдемте. Эти развалины. Что с ними и так? По-моему, развалина как развалина. Честно. Не вижу ничего интересного. Я правильно понимаю? Может, что здесь есть королевская усыпальница? Жалоба у вас, что здесь есть королевская усыпальница. Да, принц? Берем ее и валим. После королевской усыпальницы? Это как бы она? Нет. Черт возьми, это да, да, это она. Это оружие. Еще есть тоже это кольцо. Это кольцо Региса, которое позволяет управлять севый кристалл. Вот его у нас пока нет. Клинок тайновидно. Тайновидца. Начинается. Вот этот громадин. Уходи. Надо будет то оружие, что мы добрали, кстати, прочекать, мне кажется. Мы же его так и не прочекали. Вот под водопадом не чекали. И вот это. Черт. Нет, держись. НОК! Эта штука остановилась. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да залезай. Что за... Да, это... Это Титан. Господи. Шато, я не понимаю. Что ты сказал? Черт, это... Архей, что ли? Похоже, мы разбудили великан. Вот это что-то сказать. Но что? Слава, небесант, ты жив. Слава, небесант, ты жив. Брата вывести можно. Нет, тут есть тропа. Вот, если сюда наведите, вы два поставите спуститься. Хорошо. Посмотрим, где тут можно пройти. Будь осторожен. Ты тоже. Что? Куда-куда пойдем? Не убегай, ладно? Не отставай. Походу, это... Блин, это Кратос. Но самый настоящий Кратос. Посмотрите на него. Это Кратос из God of War. Там, блин, жарища. Посмотрите. Это что? Это магма? Блин. Ну, тут камень, конечно. Обязательно, вот, шару, который идет. Слушай, работа поток. Давайте оружие посмотрим. Я понимаю, что сейчас может не место и не время, но, блин, никогда не бывает правильное место и правильное время. Никогда. Это мой жизненный опыт, парни. Никогда. Всегда все не то, не так. Так, меч... Мечи странника. Тот, короче, был быстро, как ветер побал. Там, где до него не наступала нога человека. Это были его мечи. Поделились от него, воплощали гнев, а вместе разили сильнее груб. Тренок-то и на вид. Он крой встал на защиту мира вместе с Араху. Это был его меч. Во время удара. Я бы клинок-завоеватель, наверное, поменял. Потому что это не клинок, это черного секира. Давайте мечи странника поставим сюда. Мне вот интересно взять ее. И клинок-то и на вид. Ну, все остальное оставим на местах, как есть. Все остальное оружие я давно менял персонал. А, постойте, постойте. Еще одна... Такая вот деталька. Это прием. Нужно приемы настроить. Хорошо, ногтез. Я бы хотел не бой, а дальше даже путешествие прокачать. Так, дается больше и опыт. Ловятся предметов. Но это предмет. Предмет я не особо хочу. Обычайте, опыт делая фотоснимки. Вот, мне кажется, это у нас есть? Нет, это уже прокачано. Дается опыт. Так, уже победа на гонках. Намного продлевает усиление статуса. Приготовленный лагерь. Неотдачный ос. Блин, ворог. Я даже не посмотрел в какой-то момент. На машине дается опыт. Это все дорого для нас. За поименную рыбу тоже. Ну ладно, придется поэкономить. У нас 57 вроде казалось раньше, что это много. 3 аксессуара. Запас живутистей. Не суммируется. Увеличивает он за каждого участника на 5-кратное количество оборотов уровня. Запас силы духа. Давайте здоровье прокачаем. У меня тоже нельзя. Все какое-то дорогое. Это безумие. Запас силы промпта. Это, видимо, именно конкретное. А, это конкретная прокачка для каждого. Еще отдельная. Заверяет 2. Давайте гладиолусу. Водим ее немножко. Зачем поднимать гладиолусу? Ну, потому что гладиолусу. Мне кажется, в этом будет смысл. 3 аксессуара, по сути, самое дорогое. Мне кажется, что я сейчас просто спустил очки на какую-то фигню. Но, окей, почему нет? Нет, не почему я спустил эту фигню просто. Ну, это мне ничего плохого. По мне. Я бы вот силы понял. Все-таки это, знаете, пробивной парень. Ему нужно быть сильным. Танку нужна сила. Или защита, или сила. Это, опять же, можно выбрать. Как отыгрывать танк. Можно отыгрывать танк через атаку, а через защиту. Не будем излить. Соткнемся. Просто твой день не садим. Да, долбишь не пуша. Как делать? Заводистка, герой, пусть я не теряю здоровья. У нас здоровье выше-хвыше, так что, я думаю, мы сможем справиться. Сейчас, где-то сми драться всегда сложнее всего. Давай, телепортимся. Да, быстро и мощно. Мне нравится. Это мне здорово. Так, что ты так чеша? Это я сейчас загорюсь. Это тяжелое оружие. С тобой, теперь пойдемте. Опять же, это такой выбор. То есть, есть люди, которые очень любят отыгрывать тяжелое оружие. Я люблю или какой-то средний билд, например, в Dragon Age, давно еще когда-то. Я отыгрывал, я любил отыгрывать парня со щитом и одноручным мечом. Иногда с луком приятно отыгрывать. В том же Скайриме лучика по стеусу отыгрывать очень интересно. То есть, это дело вкуса, я бы сказал, по большей степени здесь. Многие этого, кстати, не понимают. Говорят, побегай с этим, с тем. Но здесь как бы делали то, что ты просто побегай. Это скорее как погружение в роль отчасти. Даже как бы странно это не звучало, но это... В этом есть элемент погружения в роль. Типа, я исполняю там роль какую-то. Как в жизни, что типа ты погружаешься в процесс. Цепь огонь дважды. Срединяйте куда-нибудь до пяти раз подряд. Отлично, мне нравится. Такое я хочу. Просто можем еще что-то сделать? Пусть будет вот так. Почему нет? По нацелу пусть будет хорошая такая мощная штука. Давайте поставим и сразу используем. Да, вот это сюда. Все остальное у нас в инвентаре лежит. Побольше огня. Огня много не бывает. Все, дерьмаги у нас все поднесли. Прокляти. Эй, сюда. Эбонита бы. Пристала. Сюда. У нас нет права на ошибку. Медленнее ты и сможешь. Боишься, что обвалится пол под ногами? Да, под ногами. Рибуль все закончилось. Потрясет, держись. Моя голова. Что опять? Самый подходящий момент. Даже скорее перебьемся на ту сторону. Нок, у тебя все нормально? Нок, ты все ложь. Что там еще? Это архей. Эй, титан. В чем дело? Перестань. Сначала добились до безопасного места. Быстрее. Успокойся. Смешу, как могу. Давай, нот. Гладус-то сможет. Наоборот, я хочу, чтобы Гладус ближе был, потому что он схватить сможет ногу, если что. Мы почти у цели. За руку его хватай. Скорее! Вот я про это и говорил. Да, ну, мы серьезно. Если это теплый прием, сразу даже придумать, что будет дальше. Хочешь поговорить? Я тоже. Как раз что, у нас взаимопонимание. Пошли. Еще огонь. Не знаю, зачем мне столько магии. Может, это место такое особенное, а может, это подготовка к бою с боссом. Именно поэтому меня 10 раз переспрашивали, готов ли ты лазить по скалам? Правда, меня им предпочитают, что ли? Мне надо ходить и ходить. А меня слушает твое нытье. Успокойся, черт побери. Отвали. Ты вообще принц или кто? Прежде всего, я простой человек. Просто человек. Ты моя судьба королевства. Твоя жизнь принадлежит не только тебе. Твоя жизнь важна не только для тебя, но и для других. Мы, амитичцы, верные щиты короля. Мы готовы пожертвовать с собой, чтобы защитить короля. И так было всегда. Я знаю, в чем состоит мой долг. Я горжусь этим. Когда ты не понимаешь, что я не особо, как ты не можешь защитить себя. Это же значит, что я стою я. Это моя работа. Так что не мешай. Договорились. Ладно. Слово Гладио, еще раз напомню Доксу, кто он есть на самом деле. Я пробую буждению живущих Доксу увеличился на 50%. Не зря я так ответил. Ну, я думал, он так, так. Смешно. Надо должен все это сказать. Пошли. Да реально нытье. Далеко все-таки не убегай. Слушай, Гладио, мой отец. Благодарен. Просто выполнять свою работу, а? Это же твой телефон, да? Игнес. Игнес? Кажи. Хорошо. Тоже, тут солдаты империи. Да, черт тебя дели. Ладно, ничего, порежем. У них мочетка. Связь пропала. Может, там кости идут империцы. Что-то станет еще жарче. Чуваки, продолжим мы в следующей серии. Интересно, что будет дальше, как вообще с империцами поступить. Ну, вдвоем мы их, наверное, раскидаем. Так, а может, с нами Гладиос. Это все-таки мощный, мощный напарник. Да и наши другие друзья, я думаю, подвалят в какой-то момент. Всем спасибо за просмотр. Можно ставить лайки, подписываться. Сказать, вы этого еще не сделали. И до скорого, дорогие мои друзья. Пока.